Уже три года подряд на ремонте жилого корпуса школы-интерната номер 21 для детей с последствиями церебрального паралича и нарушениями психики трудятся шведы. Переживать по этому поводу петрозаводским строителям, оставшимся без работы, не стоит. Педагоги и ученики Вальдорфской школы из города Умио помогают интернату совершенно безвозмездно. Как рассказали нам гости из Швеции, они руководствуются идеей о том, что для успеха любого начинания необходимы три компонента – интеллект, руки и сердце. Уже отремонтированные помещения доказывают, что все вышеперечисленное у шведских учителей и школьников не только имеется, но и активно ими используется. Впрочем, те же качества присущи и учащимся Первого Петрозаводского лицея, которые работают вместе со шведами. Это и не единственный их совместный проект. Программа обмена учащимися между Первым лицеем и школой из Умио действует уже несколько лет. В планах на ближайшее будущее организация постоянного совместного шефства этих двух учебных заведений над одним из детских домов Петрозаводска и проведение международного летнего лагеря для школ. Ну и, конечно, завершение работы в 21-м интернате, где есть еще немало помещений, которым требуется ремонт. Кроме конкретных результатов, которые можно увидеть и пощупать руками, посещение соседей из более цивилизованных краев приносит и нематериальную пользу. В начале мая прошлого года шведов так поразила грязь на прилежащей к интернату территории, что прежде чем взяться за кисти, они взялись за метлые грабли. В этом году с последствиями таяния снега удалось справиться своими силами до приезда друзей с Запада.